добрый вечер добрый вечер я всегда наблюдаю интервью и часто озадачиваюсь я помню беседу когда известная телеведущая которая еще не была женой чубайс она уже была видным кинематографистом прямо в начале беседы спросила у вас такие длинные ногти не мешает в носу ковыряться вот мне интересует я помню даже были пемзы и пятки вы понимаете в этот момент что вас провоцируют или вы просто вот не замечаете этих моментов женя настолько открытый доверчивый человек что я в момент когда время столько открытой дает я не понимаю что это провокации что люди просто ну какой-то в качестве стёба пытается докопаться вот честно в той программе да я была обескуражена школа засловия вообще просто сам факт что людей интересовало не творчество не моя жизнь и какие-то факты жизни а то у длинные ногти трули я пьем за пятки давайте честно творчество творчество уже вот волочкова это уже давно не балерина волочкова это персонаж светской хроники не балерина я танцую до сих пор я понимаю просто людям интереснее я не как балерина а как персонаж светский как человек который привлекает к себе внимание правильно но вы ведь и сами для этого очень много делаете вы ведь я помню когда после мальдив пошли эти фото жабы вы же эти фото жабы сами собирали то есть вы с чувством юмора относятся с юмора то есть вы это тиражируете со жизни просто смотрите вот про мальдивы я же не тянула вас за язык до мальдивы это было семь лет назад до фотографий в которых ничего особенного не было ракушки камушки песочек и на красивом обнаженном моем теле их до сих пор вот спустя семь лет все спрашивают про эти фотографии волочкова такая добрая на вообще ни на кого никогда зла не держит я правильно понимаю мы не совсем так я могу держать зло и я конечно не позволяю себе именно обиду держать но огорчение конечно да меня многие вещи огорчают огорчает то что создан стереотипа по мне и в сми и по телевизору меня как покажут в телеке так у меня люди все встречают жизни говорят насти знаете вы жизни то вы такая худая стройная вообще вы другой совершенно человек на экране что толстый вы сами знаете что такое чудо монтажа и чудо съемки можно человека даже самого красиво снять так жаль на кто-то снимает чтобы волочкова для меня не секрет что против меня после всех моих перипетий и личных когда расставание было с сулеманом керимовым и против меня была реально проплаченная анти пиаровская компания увольнениями меня из большого театра судебные квартирные процессы фальсифицированные ограбление офиса там с фото и видеоматериал все было поэтому я знаю откуда ветер дует как говорится тем не менее вы все время называете вашего бывшего возлюбленного сулеманчик сулеманчик потому что я люблю да случились вот эти у него неприятности во франции я первое протянула руку конечно именно защиты человеческой я не очень понимаю как это может быть с одной стороны вы как не можете забыть что он вас преследовал что он заказывал жень понимаете почему я объясню потому что я даже уходил из отношений с ним любя этого человека я продолжала ему писать письма и передавать через помощников что я действительно его люблю что я верю что все что происходит вся эта месть что это не он делает что это делается его руками или там люди другие исполняют почему я призвала в общем-то к ответу за незаконное увольнение меня из большого театра именно директора театра потому что он стал исполнителем этого заказа а я настолько человек как вы меня знаете принципиальный и прямой и смелый очень моей смелости в поступках высказываниях в правде может позавидовать и мужчина могу сказать поэтому я любила человека я хочу помнить то что у нас было то что нас связывало любовь романтика невероятные путешествия яхты самолеты вот все что было вообще у нас это это было феерия я знаю что у него в такой женщины как я не было не будет никогда а я сохранить хочу эту любовь к сулеманчику как вот нечто такое знаете очень дорогое и дорогой и ценное и неважно как человек поступил потом я умею оправдывать даже поступки такого формата как месть она была достаточно жестокой потому что не сулеманчик сделал меня балериной не он придал мне какой-то известности я в его жизнь пришла уже известной балериной солисткой мариинского театра солистка большого солистка английского национального балета в лондоне меня вернул сюда юрий николаевич григорович из лондона поэтому я уже была на пике как говорится славы и успеха вот а то что он решил убрать меня из большого театра потому что любимый человек все и близки всегда знает за какие ниточки нужно дернуть и вот это было очень несправедливо потому что это было как раз закладка той ситуации ну скажем заложницы которой я стала в самых истоках и и которая продолжается и теперь когда большом театре на моем месте ну конечно в менее жестокая ситуация оказался потом колется с коридзе говоря о балетке и о балеринах видели матильду матильду да я посмотрел этот фильм как знаете как у меня первая возникла мысль почему не я в главной роли да почему я в том что может быть у него не возникла такой мысли но очень много схожего у меня в жизненных этапах и в событиях с матильдой я считаю я читаю лицо государства интересовался вами что вы имеете ли вы знаете вот у меня удивительный тот факт что когда называют имя матильды кшесинска даже вот вы сейчас говорите первое лицо интересовалась ли а что это единственный был козырь матильды феликсовны нет она блистательная балерина была она была уникальна сексуальной личностью поэтому от нее будоражило всех потому что она будоражило общественность мужчин так же как мои простите шпагаты на яхтах в купальниках на морях в балетном зале и поверьте что она в жизни своей сексуальностью привлекала да наверное больше чем тем как она танцевала а что это не схоже со мной мои концерты с детьми мои концерты с огромным количеством молодежи и мои фотографии в балетном зале с этой растяжкой высоко поднятой и натянутой как струна нога конечно меньше вызовут ажиотажа чем то чем тот же шпагат но в купальнике так говоря о матильде еще никто не знает вообще помогла ли эта связь с царем николаем вторым или она ей ну не то чтобы мешала но ей же очень многие люди завидовали это же очень большая ответственность кстати могу сказать что у меня дома в моем особняке на одной из фресок мое изображение к которому примонтировали ну скажем то что примонтировали это была роспись специальная царя николая второго я была в шоке причем я не просила этого делать я просто по совету моей подруги попросила чтобы компания которая мне эту фреску расписывала какой-то некий образ мужской мужской лик туда как бы скажем добавила чтобы я была не одна ну так по фэн-шую можно сказать и вот когда я приехала с гастроли у меня уже была вмонтирована фреска и я пришла и удивилась очень сильно потому что они мне добавили именно царя николая второго так что вот на ровном месте вопрос на вашего самый большой фильм и лучший фильм который меня потряс про балет это был фильм черный лебедь black swans натали портман и конечно то как она сыграла я могу сказать что мне все время мешала в кадре именно балерина которая как дублер шеи и было но поскольку там нужно было показывать именно балетный по танцевать черная панте из лебетином озера вот вот она мне мешала потому что у меня мысль закралась что если бы у нас в нашем мире балерины были не моли а актрисы такие как натали портман на сцене в кино вернее такими же они были на сцене то то не исчезла бы эпоха таких великих актеров которые в мире балета существовали как одна плеяда почему я говорю пять балерин называйте сейчас ну не назовут люди если выйти на улицу а раньше в одно время танцевали при григоровичи плесецкая михаил лавровский екатерина васи и ксерина максимова это все кстати мои педагоги владимир васильев наталья бессмертного андрис ли я по марис ли я пони на семидорова людмила себе семеняка надежда павлова едемина сторона это в одно время и каждый был личностью звездой и там вопрос денег не прокатил бы ни при каких обстоятельствах не все в этой жизни измеряется деньгами и не все продается и покупается за деньги во всяком случае любовь человеческие отношения если они истинны конечно и эмоции это то что невозможно купить человеческие отношения вот вы упомянули зависть вам кто завидует вы считаете только балетные или это общественность это в основном конечно женщины мужчины что будет завидовать а вы знаете мужчины тоже за мужчина будет завидовать и мужчину который с вами может быть это в первую очередь но еще как ни странно завидуют складу моего ума умению общаться умению грамотно изложить и донести свою мысль умение общаться с людьми с большой общественностью из большим электоратом я должна сказать посредством и своего творчества и свои концертной деятельности и умение во время концерта донести любую мысль которая мне интересна и который я могу поделиться я могу сказать что даже вот мире политики я реально я могла бы да я оставить когда вы про электорат сказал я подумал что через шесть лет вы не собираетесь выдвигать свою кандидатуру я не собираюсь а скажите евгений вы считаете реально что нечему завидовать есть чему поверьте люди не могут простить успеха красоты свободы независимости умение оставаться самой собой говорить правду быть честно перед самой собой потому что наш судья жизни самый главный это наша человеческая совесть умение заниматься любимым делом и исполнять его профессионально быть в такой форме то в 40 лет конечно и надеть на себя мини купальник на мальдивах это же мое дело в чем мне купаться на мальдивах но даже этим шпагатом и ножкам конечно завидуют почему больше женщины я же смотрю кто пишет мне в этом в той же инстаграме комментарии я же когда смотрю на эти рожи прости меня по другому не могу сказать мне все становится понятно а у многих закрытые аккаунты с нулями ноль публикации ноль подписчиков и одна подписка на меня просто чтобы написать гадость сначала евгений я очень сильно огорчалась но потом когда я поняла что происходит кто мне пишет мне стало все ясно я понимаю что я на правильном пути потому что особенно когда речь идет о шпагатах я вот даже сделал такую ну как немножко провела аналитику то по комментариям вот если я выкладываю какие-то фотографии там с детками или концертные все вот как знаете не то что там ноль реакции ноль эмоции но все равно не такой ажиотаж как только фотографию я выложила на яхте в крыму вот летом у меня было ну -ка скажем не так давно да у меня есть друзья которые пригласили на яхту но я как обычно в шпагате так вы знаете этот шпагат за час набрал миллион просмотров почему вас это удивляет меня уже ничего не удивляет просто я отношусь к этому теперь с юмора вас даже вы знаете с каким-то стебом потому что я думаю мои хорошие если вам больше нужны шпагаты так будут вам шпагаты этим шпагатом хочу уже крымский мост объединить представляете волочкова присоединила и соединила до 2 ипостаси вот о чем речь но я хочу чтобы за меня говорила в жизни не громкость имени а дела и поступки поэтому помимо шпагатов я умею делать и другие вещи если хотите шпагаты и они вас так будоражит то будут шпагаты но пусть они привлекают внимание эти шпагаты к социальным каким-то проблемам которые я тоже пытаюсь осветить а женщины те которые пишут понимаете они как ну может быть у них беда в жизни может их не любят может у них нет секса нет любимого человека им не дарят белые розы ими дарят белые майбахи они не живут в роскошном особняке как я они как еще представят эти шпагаты в постели с мужчины с любимым так вообще же там не то что локти я думаю что не только женщины больше мужчины дорожить и восхищаться самой собой что да у меня такая форма кстати сегодняшняя новость которые в топах всех новостных агрегаторов это как раз очередная запись в блоге вашего водителя про ваши 25 квартира не имется все-таки здесь два вопроса возникает сразу во-первых откуда он водитель знает всю подноготную вашу финансовую вот ну и во вторых ну 25 это много это много то он имел доступ и к моим документам которые я соответствую как почему я доверял этому человеку я вообще считала помощником довести одни документы у него был статус там секретаря так да как у вас нет ни в коем случае водителя но водитель пока я на репетицию меня три с половиной часа в день уходит на физический труд конечно я ему даю распоряжение это платье отвези партнихи эти документы отвези в банк эти деньги отвези в банк положи мне на счет но я настолько вот он как-то так вошел в это доверие что когда деньги кладутся на карту всегда приходит смс к на телефон а когда на счет не приходит и у меня не в голове даже не закралась мысль что если я ему даю деньги причем внушительная сумма потому что помимо благотворительных концертах я еще и занимаюсь коммерческими концертами у меня спектакли драматические съемки за которые я получаю деньги рекламные проекты поэтому там суммы были порядка около миллиона рублей если вы даете 800 тысяч или миллион рублей и прошу донести до банков я умею зарплата так это соблазн ну вы знаете соблазн не соблазн я настолько поступаю всегда так как хотела бы чтобы люди поступали по отношению ко мне я склонна доверять но вот эта ситуация евгений конечно она меня она меня настолько вот ну мобилизовала с тем что я действительно стала теперь меньше доверять людям он у меня с и п по подделанной подписи внутри банковской доверенности снял 532 тысячи рублей нормально вообще просто поехал и снял с моего счета нет на 25 квартир волочковый только в одной астре это только в одно астрахани вот такая богатая женщина да у меня действительно есть квартира я обеспеченный человек у меня есть в москве квартира прекрасная как раз или мальчиком не жили в санкт-петербурге центр вообще 200 метров роскошная квартира как эрмитаж просто все даже более цену все мне под стать понимаете не скромно да евгений лучше я о себе скажу красивая роскошная состоятельная независимая свободная че потому что гадости обо мне скажут другие так вот до дома у меня особняк самый лучший в россии самый изысканный самый крутой вообще именно не по крутизне а по именно душевности по свету и по вот этой вот царственности это тоже не могут пережить но это мое дело я это заслужила я знаю что такое спать на полу не имея ни квартиры живя в коммунальной квартире я все это проходило конечно еще на мне еще не посчитали да я налоги платила в прошлом году поэтому я все четко помню еще квартира которую я подарила папе квартира которую за мои деньги куплено маме в санкт-петербурге но папа инвалид к сожалению 10 лет уже не говорит и парализована правая сторона вот конечно есть машины да у меня прекрасный белый лексус я люблю белые розы все белые белые яхты все белое светло что такое я реально заслужила белый майбах да подарил мне один мой возлюбленный тоже вся страна не знала почему как такое может и квартиру дело в том что я должна сказать что пока вы все думали мои хорошие что я живу в роскошных особняках купаль золоте в бриллиантах в шубах вы знаете я жила в съемных домах арендованных с четвертого месяца мы постоянно перед беременности я имею ввиду постоянно меняли эти дома но по вынужденной ситуации да я зависел от того заплатит мой бывший муж за дом где мы живем с ариши или не заплатит или нас попросят уехать вы знаете я разные времена проходила и мои отношения с бывшим мужем это наша личная с ним история да я не стану скрывать все думаешь что волочкова только там с богатыми вон у нее сулейманщики у нее там покровители там богатые олигархи вы знаете и такие были и есть мне этот дом тоже помогали покупать немного помогали да мои друзья и поклонники замечательные мужчины те чьих имен не знает никто потому что это настолько благородные люди которым не нужен этот шум и этот пиар так вот 9 лет назад своему бывшему мужу я отдала 3 миллиона долларов по его просьбе конечно же с его обещанием вернуть эти деньги через год даже как он сказал с процентами но меня не проценты интересовали просто я понимала что это отец моей дочери и что он не сможет меня как-то обмануть прошло 9 лет он не вернул мне эти деньги более того просто в какие-то моменты гор я вообще тебе ничего не должен если помогаешь близкому человеку нужно просто это забыть ну как бы я не согласна была с этой позиции скажу так доверенности которые были мне даны они все просрочены и по его словам что это были просто письма эпистолярного жанра ну то есть в этом был обман некий я не стану скрывать у нас сейчас игорем нормальные отношения они достаточно комфортные без какой-то вражды мы общаемся у нас общий ребенок ариадные это главный подарок которыми игорь сделал жизнь это ребенок которым 12 лет потрясающая девочка носит мою фамилию к счастью ариадна волочкова вот и поэтому мы пришли к такой договоренности некой что если он меня дают деньги то во первых пока этот долг мне не выплачен он помогает нам но я считаю что вообще я считаю что это очень благородно со стороны мужчины оставляя женщину с ребенком да еще не просто машу с урал маша анастасию волочкову балерину все-таки заботиться о том чтобы у семьи было жилье чтобы ну понимаете как простаются люди они дарят женщине квартиру там или там дом или машину что-то да у меня ничего не было в плане подарков от бывшего мужа я все заработала себе сама я скажу так мои хорошие я любил этого человека за романтику за белые розы за лепестки за его поступки за то что он безумства совершал ради меня если сулеманчик мне звал артистов западных звездах на яхту и фейерверки устраивал то игорь звал мне домой скрипичный квартет понимаете это было изысканно и да я понимал что игорь может это на последние деньги делают но это большую ценность приобретала вот почему я любила этого человека потому что я любила и поэтому я ребенка родила от этого человека то что он так поступит я никогда не знала но я попросила выход во первых помогать содержать вот всю эту коммуналку и как бы потому что мне неоткуда взять деньги на это все да дорогое удовольствие вот я хочу сказать что финансовая составляющая то та причина по которой я сыграв роскошную свадьбу круче которой и более масштабной и более пафосной и более торжественной не было ни у кого за эти 10 лет эта свадьба века это признано даже окейт с принцем вильямом не было такой свадьб вот и могу сказать что это причина по которой я штамп не поставила в паспорте потому что я понимала что если в случае как бы развода да то мы будем во первых манипулировать ребенком мы выделили мое имущество те самые мои квартиры и все что у меня было так вот и мы договорились бывшим мужем игорем о том что он хоть возвращает мне тогда уже этими квартирами в недостроенном доме это недострой и поэтому да он согласился я понимаю что уже за это время но вы согласитесь извините три миллиона долларов 9 лет назад и сейчас курс доллара вырос в три раза то есть даже если продать все что там построено уже треть денег можно получить это может быть максимум я не знаю даже то есть эти три миллиона долларов превратились в эти два превратились в четыре квартиры до или квартир 24 квартиры в качестве такого некого вложения сейчас очень перспективные невесты я хочу сказать смотрите что просто на самом деле я не просто перспективная самая лучшая невеста потому что я классная женщина невероятно потому что вот почему мужчины расставаясь со мной хотят мне мстить потому что они понимают что такое больше не встретит когда в жизни у них башню вот так вот сносит а я счастлива что это именно так в первой части мы говорили она была условно говоря посвящена мужчинам валачковой вторая часть будет о глобальных вещах вот уже год почти весь мир началось все как обычно с америки на спирт говорит о харассменте о сексуальных домогательствах как вы считаете у нас в россии есть своя специфика этого или мы в этом смысле не отличаемся от америки и европы но я в принципе помню откуда это все началось когда некие актрисы кино американские а сына друг на вашей вы знаете меня там хотел изнасиловать режиссер 15 лет 15 лет назад аха а я хотела ее спросить в ответ и к сожалению не знакомы они с одной не с другой не с третьей кто это все заявлял а что ты ложилась под человека когда тебе нужны были роли а теперь вдруг чуть ее там не изнасиловали да бред это все это все бред конечно личные связи как в том стихотворении орлуши знаете секс в большом буквально все решает а иначе я хочу спросить кто бы мне сказал что я большая и меня блин тяжело носить понимаете конечно есть разные нюансы но я считаю что просто каждый человек нашей жизни склонен и вправе сам выбирать себе партнера для сексуальных отношений для жизненных для семейных это личное дело каждого это знаете как вот мне мама прислала как интересно такое изречение что девочки помните что умный красивый богатый щедрый сексуальный молодой и интересный с чувством юмора это восемь разных мужиков понимаете так может быть это и правильно чтобы один был для красивой интересной жизни другой человек был для дружеского общения третий для бизнес партнерства и так далее вы считаете что все это пиар актрис исключительно данном случае сейчас спустя 15 лет вспомнить что кто-то ее хотел изнасиловать простите и принудить к сексуальным отношениям и домогался а почему что тогда не сказал об этом 15 лет назад я вообще не приемлемо всего того что происходит после того что люди уже совершили это как вы знаете я всегда люблю чтобы если я прихожу в магазин я сначала узнала вы сколько стоит вещь или прошу кого-то об услуге определенной чтобы я знала сколько мне за это придется заплатить а когда люди говорят задним числом а вообще-то мы сделали вот это нам теперь вы должны вот столько вот это со мной в моем случае не прокатывает вообще никак вы много гастролировали гастролируете у вас был роман джимом керри с голливудской звездой то есть вы вы можете сравнить скажите отношение к женщине к сексу и вот к разного рода там домогательство все вокруг вот этого у нас и у них такое же или есть какие-то отличия есть разница поскольку я еще и в лондоне жила полтора года я могу сравнить конечно безусловно ухаживание отношения самоотношение уважения к женщине гораздо на более высоком уровне на западе и вообще за рубежом безусловно я это могу сказать даже может быть с уверенностью здесь в основном чем люди богаче но это я говорю как именно по большинству примеров не то чтобы все да нельзя всех под одну гребенку потому что есть люди которые имеют определенный достаток достаточно большой и серьезный и много денег и у славы и успех и продвижение по лестнице своей не знаю кто-то политическая кто-то бизнес карьеры неважно и еще при этом умеют оставаться людьми но на мой взгляд на на наши дни это уже настоящее целое явление потому что как правило чем люди богаче именно финансово тем они беднее духом тем они более мерзко зачастую даже могут поступать и отношения свои проявлять есть люди у которых не такое большое количество денег но они настолько богаты душой что вот с ними хочется быть рядом с ними хочется находиться я могу сказать что и сейчас уже не такие были моменты когда я там выкладывал даже свои фотографии все то с отдыха то еще где-то да и вот эти злобные все тетеньки которые не тоже там ногу не могут поднять так высоко как я а даже свою попу и отнести его спортивный зал но обсуждать считают возможным они злорадствовали но вот у нее все есть и особняки машины и белые розы эти охапками наверное сама себе покупает там каждый раз и нам выставляют в общем такие моменты зато она несчастна зато одинокое и все ладно хорошо когда у меня появился роман сейчас вот с мишей с человеком который действительно не грандиозно зарабатывает вот все еще больше стали зарастать то он никто рубашки то не то обувь то еще что-то не то ну в общем просто что типа не то пара не то не того человека выбрала и какие-то простите не будут советовать с кем мне иметь взаимоотношения я знаю я знаю слежу за инстаграм знаю что с дочерью он познакомился уже да а вы с его сыновьями у него два сына на сколько один слага да я с ладом знакомого сейчас в нью-йорке вот работает конечно мы познакомились безусловно вот и вообще человека для вот именно для того чтобы было хорошо на душе нужно искать не с большим кошельком с большой душой с большим сердцем и но деньги все равно не помешают все так понимаю да есть у нас на что жить у нас все хорошо прекрасно у нас прекрасно гармония и в сексе и в жизни и в отдыхе и душевно михаил работает здесь в этом месте в этом пространстве знаете как удобно я занимаюсь своем балетном зале репетирую раз он забежал контролировать контролировать я думаю что миша конечно не просто приходится потому что он конечно очень ревнивый человек я не скрою у него есть повод ревновать у меня действительно есть поклонники в моей жизни есть мужчины что думать спокойно так человек будет сидеть и смотреть как метам по сто одной россии 1 2 3 подносят мне привозят домой понимаете по случаю по поводу и без или мои встречи уже понимают что я куда-то уезжаю у меня есть свои переговоры это не так уж и просто быть с известным человеком с личностью безусловно с аришей они познакомились причем я могу сказать что у меня рядом такой индикатор для меня вот в плане моих отношений с мужчинами потому что у меня вообще такая сложная грань с одной стороны меня ревнует к мужчинам моя мама причем всю жизнь вот и ни один я не устраивал будь то олигарх сулеманчик там игоря которого она считала вообще альфонсом называла такими словами что вообще просто даже удивлялась как они еще общаются и вообще никто вот и с другой стороны это ариша которая тоже ревновала по другому поводу потому что ей все время нужно внимание и нужно чтобы мама только это внимание уделяла именно ей но мы с аришей нашли возможность договариваться и абсолютно по взрослым обсуждать все темы если у нее какие-то истории там в школе в классе там у них же тоже свое взаимоотношение есть там дружба своя с мальчишками все они ждут это мой парень это не мой парень в общем такие вещи я и даю какие-то свои советы но она мне дает более мудрые советы со своих 12 лет возраста и подсказывает вещи очень серьезные и что касается миши это единственный мужчина которого она приняла она подружилась с ним они общаются я скажу так у меня были романтические отношения с мужчинами которые ног были серьезные да и мы жили даже дома у меня конечно решили наблюдала ну вот этот роман с моими людьми нехорошим и в то же время она не могла это принять потому что мам ну вот что-то тебе не нравится в этом человеке что-то нравится но что-то нет и когда она увидела что в миши мне реально нравится все когда вот эти три составляющих открытой сексуальности огроменной души большой большого сердца и добра сочетаются в одном человеке еще и внимание ариша видела что меньше никогда не навязывая свое внимание он не пытается заискивать вот даже показатель в том что мы любим сидеть на летней кухне там не знаю курим кальян все у меня в лепестках роз как обычно зажигаем огонь вот домик большой 250 метров домик вот и ариша никогда не приходила на эту летнюю кухню если я была там не одна была с кем-то а вот когда появился миша она 1 берет свои тетрадки по математике прибегает закутывается пледом сидит с нами говорит миш помоги пожалуйста сделать уроки по математике у него так но самое нелюбимый предмет это математика вот тяжелый скажем так он для многих наверное вот но миша мехмат закончил поэтому ему как бы просто ей помочь и объяснить задачи не сделать за нее уроки помочь а именно объяснить поэтому я счастлива у них дружба и мне так нравится такие трогательные моменты когда вот мы сидим вместе с мишей и ариша ему пишет на смс-ку или там ватсап миша миша я проголодалась принеси мне пожалуйста курочку там или там огурчик или что-то на принесите водички или у них там свои какие-то договоренности кто кого куда везет кто куда с кем идет это здорово потому что я разное проходила в жизни у меня был возлюбленный с дальнего востока и это мытарство потому что я люблю просыпаться не с телефонной трубкой в руках и засыпать а с любимым человеком и сейчас когда у меня эта гармония появилась я рада и счастлива нет никакого давления меня никто не ставит в зависимости это невозможно потому что если говорить о я не знаю сколько продлятся наши отношения сколько им суждено продлиться но если говорить о семье свадьбе конечно я обо всем это мечтаю но рядом со мной зная себя саму может быть только мужчина который сильнее меня по духу который выше и который вот мощнее чтобы он был манья опорой я верю что мне бог такого человека уготовил просто я его еще не встретила вы вообще в принципе конечно натуру увлекающиеся как все творческие натуры и конечно женщины влюбчивые вы помните свою первую влюбленность школьную это были те же 12 лет ну я скажу так который сейчас влюбленность я поцеловалась вообще впервые с мальчиком с моим одноклассником лёша мне было 11 лет ну как раз в классе по математике ловались но потом у меня была такая неразделенная любовь я влюблена была тоже в человеком мальчика который был старше мне на два года вот но поскольку у меня вообще вся жизнь была такая именно в творчестве и я работал очень много я же пришла болит на училище не имея никаких данных вообще поэтому вот я с 9 или вернее с 9 часов утра до где-то 7 вечера я была в балетной школе потому что у нас были общеобразовательные занятия со специальными все вместе перемешку скажем так и потом я полтора часа ехала домой и дома с частным педагогом с эльвиром тина кокорина к сожалению нет в живых она умерла в один день с моим халмы плесецкой тоже с моим наставником вот и мы каждый день еще по полтора-два часа работали развивали майданы там засунули ножки мои чтобы под под диван чтобы подъем появилась там растягивали шпагаты мои эти ноги выворотности добивались и все поэтому мне честно было недовлюбленности у меня была цель поставлена закончить академию балета с красным дипломом стать солисткой мариинского театра все это получилось меня же мариинский театр даже взяли за год до окончания вагановского училища и причем сразу на положение солистки сделал художественный руководитель театра тогда олег михалыч виноградов вот поэтому не было недовлюбленность а вот первая любовь у меня появилась как раз маринском театре это был блистательный танцор это был вообще такой мировой артист фарух розематов это была первая любовь я очень счастлива я именно очень счастлива хотя так не говорят что у меня именно так красиво начались первые романтики но мамой и это тоже не одобряло моя мама не одобряла когда мне было знаете даже скажу так у меня первая близость случилось 19 лет как бы это не так рано ведь согласитесь и когда в 19 и нового толчу зато у меня сейчас продлилась это вылиться в мега гипер сейчас понимаете что лучше так честно говоря потому что зато сейчас в эти годы это все уже осознанно так вот моя мама когда мне было 19 лет она стояла возле двери вот так у нас уже тогда было я купила маме к тому моменту квартиру на крыковом канале возле маринского театра и фарух за мной приезжал на машине просто приглашал в ресторан не в постели не домой в ресторан и моя мама вот так вот стояла возле двери и говорил только через мой труп а мне хотелось уже снять эти пуанты хоть раз вечер какой-то и уже действительно посвятить время себе потому что вы не представляете какой-то каторжный труд вот так вот фигачить зале с утра и до вечера потом репетиции и это просто еще плюс между тоже поймите не просто было я пришла в мариинский театр здрасте такая ученица вагановской училища вы что думаете меня там все с просто растертыми объятиями приняли конечно нет там все солистки были уже знаете как бы на страже такой дача пришла там талантливая молодая из школы конечно это было все не просто меня там кардабалет до принимали очень хорошо но солистами было очень тяжело меня интересует вот очевидно родители вообще часто совершают ошибки и вот в вашей системе карминад вашего мама совершала ошибки вы уверены что несколько лет пройдет и ваша дочь не скажет что мама была не права в том всем пятом десятом вы знаете я скажу так моя дочь и сейчас мне может сказать я прислушиваюсь к ее советам что-то не так я сделала может быть там не то надела не так вы ставите в дверях только через мой труп если какой-то мальчик приедет за ней на белом лексусе в кино и вы знаете хочу сказать что каждый человек свободен в этой жизни совершать свои поступки мы не можем осуждать родители за то что они это все красивые слова про конкретно говорим ребенка говорим про конкретные отношения матери и дочери что вот в этом ключе что арене матери конкретные дочери да если ариша мне скажет мама а ты вот по отношению ко мне поступила не так мне будет дико неприятно но сейчас нет повода вы говорите если приедет матч я вам честно скажу я первое открою двери моего дома и скажу мои хорошие если он будет на майбахе да не важно на чем он будет у меня и сейчас ребята приезжают к нам домой решили бы приглашать одноклассников одноклассниц девчонка мне вообще по три человека там катя женя приезжают они все в одной комнате там меж большой театр анастасии волочковой на третьем этаже 80 метров там и танцуют и поют и все устраивают лучше это будет все происходить у меня дома чем где-то в подъездах и чем дети будут прятаться наоборот я своей дочери дают то чего не было у меня балую ли я свою дочь балую очень сильно и она понимает что ей дозволено больше чем другим у нее маму ариша безотказная ришка даже 100 говорит своим если что вы не волнуйтесь моя мама всегда договориться всегда у ариши все дорогие подарки у нее возможность жить в роскошных условиях ездить на машине с водителем заниматься там где она хочет вы ничем не ограничиваете ребенка я ограничиваю у нее даже есть кредитная карта которая контролируется мной на ней не лежит никогда больше десяти тысяч рублей ариша сама очень такой человек вот именно потому что ей дозволено она очень тонкий человек и внимательны к деньгам она следит за тем чтобы я лишний раз там не потратила какое-то количество денег даже вот мы едем в ресторанчик после лошадок она говорит маму зачем ты выбрасываешь деньги ты же так тяжело их зарабатываешь и все знаете мне не жалко на нее денег но ценность деньгам она знает если бы она этого не знала я бы так не поступала но я хочу чтобы у нее была эта свобода то которой не было у меня понимаете поэтому да есть карта есть доступ к деньгам она всегда идет в макдональдс какой-нибудь как они странно почему она там любит в этом она мне звонит или пишет мам можно я в макдональдс хожу это можно потрачу здесь там в каком-то кафе посижу мне там нужно перед танцами пересидеть всегда спрашивают ну не добрая душа и доброе сердце она любит угощать так же как и я в маму мама братики ли сестренка появится ближайшее время подождите мы пока смешать и не планируем чего нет ну как говорится если хочешь рассмешить бога расскажи мы о своих слонах вот но на самом деле сказать честно я раньше очень хотела чтобы у меня родился сын но для начала нужно создать семью и встретить человека от которого то заведомо захочешь они так чтобы получилось как с аришей что она смеши еще не тот человек ну я не могу так сказать что мы можем создать семью ну просто пока я не хочу об этом думать мне нравится свобода мне нравится сейчас вот такие отношения мне нравятся они вот поэтому сейчас даже скажу так как-то вот я уже склонна к тому что больше не хочу детей потому что потому что дети никогда не является скреплением семьи и скреплением союза мне нужно открыть и для меня является не являясь вам эти а скреплением а разве да разве меня пожалуйста пример мой бывший муж у него тоже он жил женщины с леной и у них там то и детей один за другим рождался и потом как бы мама игоря рассказал о том что это действительно было для того чтобы удержать игоря что удержали нет это потом ответственность это же как говорится ну реально нужно не знаю я вот хочу сказать что вот у вас нашли условно говоря пресса 25 квартир а я вам пожелаю я вам пожелаю чтобы у вас было 25 новых проектов и премьер супер я готовлю новое шоу грандиозное и она потрясет мир и поверьте спасибо же